День семей 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 Аплодисменты для вас. Представитель общественной организации комитета территориального общественного самоуправления «Солнечный» Ирина Пескуна у нас в гостях. Ну и еще раз всем добрый вечер. И у меня сразу вопрос к музыкантам. Вы люди творческие, Станислав художественный руководитель, главный дирижер оркестра, Виктория солистка этого же оркестра. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Кто из вас сегодня выносил мусор, а кто мыл посуду? Раз про распределение семейных обязанностей говорим. Честно говоря, я не знаю, кто выносил мусор сегодня. Станислав. Думаю посуду, наверное, домовой. Виктория раньше всего уходит из дома, самая первая, потому что у нас день начинается очень рано. Ну, собственно, такие обязанности, как вынести мусор, помыть посуду, это несложно и для мужчин. Поэтому ее этот вопрос не беспокоит, она возвращается с работы, мусор вынесен, посуда помыта. Вам сейчас аплодируют не только женщины в этой студии, но, я думаю, на диванах перед телевизором. А скажите, пожалуйста, Виктория, так было всегда, в принципе, или вам приходилось, ну, воспитать такого мужа? Конечно, это я хотела воспитать, чтобы у меня был и муж, и сын исполнительный. Получилось? Получилось. А скажите, сколько лет вы уже вместе, если не секрет? Почти, почти 20 лет. В следующем году будет 20 лет. Ну, это большой, да, Людмила, это большой вот такой вот промежуток, чтобы уже получать какие-то плоды и результаты. Мне вот забавно было слышать, как наша гостья говорит, воспитала, воспитала мужа или воспитала сына, я не поняла. И одного и второго. И одного и второго. Ребят, скажите, пожалуйста, а вы вообще помните свою свадьбу? Конечно. Почти 20 лет. Как вчера. Серьезно? Как это можно забыть? Конечно, яркое событие, но тот период самое яркое и волнительное в нашей жизни. Но это была какая свадьба? Большая, с артистами или так быстро в джинсах? Ну, нет, не в джинсах, но и... Большая без артистов. Родственники, друзья, близкие. Скажите, пожалуйста, вы сразу вообще нашли вот общий язык друг с другом? Или все-таки были вот эти притирки, был какой-то вот сложный такой вот период? Помните, Виктория? Мне кажется, Виктория, вот вы знаете, я смотрю на вас, мне кажется, вообще вам так по жизни легко лететь. Да еще, конечно, если за вас выносят мусор постоянно, моют посуду, да, то, наверное... А Станислава, как вы? Готовят. Да, как вы скажете, вообще удивляюсь, как человек с такой нагрузкой творческой, да, с такими... Вот просто представьте, дорогие друзья, вот буквально недавно вот этот человек, Станислав, он был на сцене с Серегой, и вот наш оркестр руководил оркестром, и сделали удивительный концерт, который до сих пор вспоминают гомельчане. И при этом, при всем он каждое утро выносит мусор и моет посуду в доме. Ну, мне кажется, это действительно дорого, кстати, про Серегу, как вообще в двух словах, как вот вы лично довольны концертом? Ну да, концерт удался, программа получилась очень интересная, очень обычная для нашего города. Это яркое событие, и не просто потому, что этот артист достаточно высокого уровня, мы все знаем о его достижениях, но он родом из Гомеля. Он здесь родился, здесь... Он знакомый с ним давно, я знаю. Да, да, теперь уже можно сказать, что давно знакомый. Ну, собственно, поэтому и появился в Гомеле этот проект с оркестром и с хором. Спасибо большое, побольше, потому что таких проектов в Гомеле. Но у меня вопрос в продолжении нашей темы. Если вы не против, ребят, давайте проведем такой короткий, очень короткий, честно говорю, блиц-опрос, который поможет вот нам, нашим зрителям увидеть вашу семью со стороны. Вы согласны? Вы согласны? Вы согласны. Нам некуда деваться. Итак, вопрос первый. Кто в вашей семье, можно подумать, оплачивает коммунальные счета? Здесь нечего думать. Так, давайте еще раз поаплодируем этому мужчине. Хорошо. Кому доверено выбирать подарки для родственников? Виктория, вы тоже зарабатываете аплодисменты сегодня в нашей семье. Один один. И еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, кто из вас решает, где будет отдыхать семья? Семейный совет. Ну, наконец-то, Людмила, мы услышали. Но все равно самое главное слово за Викторию. То есть страну выбирает обычно Виктория. А форма отдыха уже есть. Спасибо большое. Дорогие друзья, 34-22-43, телефон прямого эфира. Какие домашние обязанности есть у вас? Нравятся ли они вам? Звоните в студию. А вообще рассказывайте, кто и как в вашей семье решает, кто будет выносить мусор, а кто будет мыть посуду. Кстати, есть уже несколько интересных сообщений от наших телезрителей. Мария говорит, что у них в семье все обязанности пополам. Муж чистит картошку, Мария жарит, соответственно. Муж пылесосит, Мария моет пол, моет посуду и занимается с детьми. Очень люблю, написала. Очень люблю своего мужа. Мария, вы знаете, у вас не все обязанности пополам, учитывая ваш список, но ваше трепетное отношение к супругу достойно аплодисментов наших зрителей. Спасибо. Интересное сообщение пришло от Антонины. По моему мнению, пишет Антонина, муж обязательно должен иметь домашние обязанности. Но у нас вот как-то не сложилось. Что-то у нас в семье пока не доработано. Самокритично, да, самокритично. И вопрос от Ольги. Очень интересный вопрос от Ольги, от нашей телезрительницы. Для Станислава и Виктории. Кто главный на кухне в вашей семье? Мне кажется, мы вместе все делаем. Ну, скажем так, шесть дней в неделю Виктория, один день в неделю. А, ну вот, вот как. Виктория, так можно даже предположить, что вы, наверное, как бы балуете свою семью и пирогами часто? Раньше баловала, когда сидела в декретном отпуске. Сейчас некогда баловать, они меня балуют. Хорошо, а какое любимое блюдо в вашей семье? Вот наверняка такое есть. Не знаю, мне очень нравится, как она готовит первое. Борщи, супы, очень вкусные. Мы с удовольствием всей семьей едим. А мне нравится шашлык. Шашлык. Ну что ж, тогда прямо сейчас давайте поделимся каким-то рецептом с нашими зрителями. Что это будет за блюдо от вашей удивительной семьи? У нас такое блюдо есть, как холодная закуска на любой праздничный стол. Так. Говядина в чесночном соусе с зеленью. Главное купить два пучка кинзы. Ну это на любителей, конечно. То есть говядина не обязательно, главное, чтобы была хорошая кинза и побольше. Да, кинза, и чтобы она была чудесная. Свежая. Свежая и ароматная. Вкус и запах от этого зависят очень сильно. Пучок укропа и пучок петрушки. Все это мелко нарезается. И делается соус майонез и сметана в равных пропорциях. С зеленью вместе, да, получается? Добавляется зелень, 4-5 зубчика чеснока. Это все смешивается. Отваривается говядина отдельно. Отваривается. Отваривается. Так. Режется на кусочки удобные. И заливается этим соусом и ставится на ночь в холодильник. То есть получается такая холодная, в принципе, запуска. Очень интересное блюдо, дорогие друзья. Вот такой вот рецепт говядины. Вот от такой удивительной музыкальной семьи. А вообще, вот как вы считаете, как добавить романтики в скучную семейную жизнь? Ну, конечно же, можно совместно приготовить говядину. Вот в таком сметанном соусе, да. И побольше кинзы. Но можно еще и сходить на концерт. Тем более, что у каждого из вас, дорогие друзья, вот прямо сейчас, есть возможность выиграть в прямом эфире билет на концерт джазовой исполнительницы Мирны Клейтон. Концерт состоится 24 мая в УКЦ. Кстати, концерт организован при поддержке посольства США в Республике Беларусь. Очень простой вопрос, ответ на который мы ждем по телефону 34 22 43. Какая деревянная славянская игрушка олицетворяет идею крепкой семьи, достатка и продолжения рода? Я вижу, что Людмила уже прям, да, готова отвечать на этот вопрос. Но давай дадим такую возможность нашим зрителям. Дорогие друзья, еще раз повторю вопрос. Какая деревянная славянская игрушка олицетворяет идею крепкой семьи, достатка и продолжения рода? Мы ждем ваш ответ по телефону 34 22 43. Победитель получит приз от Гомельской областной филармонии. Это пригласительный билет на две персоны на концерт Мирны Клейтон. Ну, мы продолжаем разговор, говорим сегодня, так как сегодня Международный день семей, мы говорим сегодня про дела семейные и, конечно же, про семейные обязанности. Мне кажется, самая интересная, самая любопытная тема, которая существует в каждой семье. Екатерина Максимовна, для начала, вот для начала, какая пара года, да, пользуется наибольшим спросом у наших молодоженов? И вообще, что вы можете, как можете охарактеризовать современные свадьбы? Какие они сегодня? Ну, свадьбы все очень разные. Индивидуально подходит каждая пара к своему празднику, потому что хочет сделать его абсолютно особенным от всех остальных. Пара года, конечно, это лето, осень. Это все зависит еще от наших предков, от народного календаря, когда уже полный стол, собран урожай. Конечно, осенних свадеб больше. Но еще, конечно, и зимние свадьбы бывают. Есть в этом и своя прелесть. Но почему-то наши молодожены боятся, маятся. Боятся, маятся. А вы, случайно, не в мае поженились? Как-то у них так вот осталось в сентябре. Это была осенняя свадьба, да? Скажите, белорусские свадьбы, они как-то отличаются, вот сегодня, современные свадьбы, от свадеб в Европе? Ну, скажем, часто ли жених и невеста вот на церемонии, вот в вашей практике, говорили друг другу нет? Вы знаете что? В интернете есть такой распространенный стих, который молодой человек пытается соригинальничать, заучить его наизусть. И когда сотрудник ЗАГСа спрашивает согласие, девушка говорит, что она согласна, да? А он говорит, нет, я не могу тебе отказать. И там идет целая плеяда. Гости в шоке. То есть так? Так. Сотрудники ЗАГСа уже этот стих выучили, да, вновь. Уже готовы, да? Да. Но он считает себя оригинальным. То есть это такая оригинальная типа шутка у мужчин бывает, да? Ну, в итоге это да. Это вроде как бы нет, но в итоге это да. Ну, а в принципе, вот действительно, настоящее нет. Звучало когда-нибудь? Такого не было. Ну, хорошо. Что касается европейских свадеб, наверное, они более такие камерные. А у нас все-таки славянская широта души подразумевает, что свадьба пела и гуляла, и гостей должно быть много. А вот скажите, пожалуйста, вам приходилось наблюдать, вот сколько лет вы уже регистрируете браки? Ну, уже больше 20. Уже больше 20 лет, дорогие друзья. Это действительно показатель, такие целые эпохи, мне кажется, проходят уже возле вас. Вы можете вот сегодня определить своим таким наметным глазом, что вот в этой семье, например, будет главной женщина? В этой уже вот такое распределение обязанностей. И что? И что? И какие чаще встречаются семьи? Наверное, да. Потому что как-то, ну, оно видно. Женщина-инициатор или мужчина первый заходит и говорит, нам нужно подать заявление. Нам. То есть уже не я хочу там чего-то, а уже они соединяются. Уже я и я образуются мы. Мы хотим подать заявление. И вот от инициатора, и вот как он кружится вокруг своей девушки, иногда даже приходит с букетом цветов и дарит. Ну, а в конце, конечно, когда я уже проверяю все документы, уже когда заданы все вопросы, все проверено, я им всегда говорю, уважаемые молодые, вы с сегодняшнего дня жених и невеста. Я вас с этим поздравляю. И вот одна девушка, когда уже писали заявление, все, она, а когда вы скажете? А когда вы скажете, что мы жених и невеста? Я говорю, ну, подождите, ну, не торопись у меня, всему свое время. А уже на регистрации я, конечно, говорю, что с этой минуты вы муж и жена. Спасибо. Очень интересно. А вообще, к сожалению, к сожалению, по статистике каждый второй брак сегодня переживает развод. Вот такая неутешительная статистика, и при этом еще говорят, что чаще всего брак распадается в первые три года. Вот мне интересно вообще мнение всех. С чем это связано? Вот как вы считаете? Ну, скорее всего, что, наверное, вся эта уже аура влюбленности проходит. И на первый план выходят, наверное, бытовые вопросы. И поэтому как-то у семьи уже появляются определенного рода проблемы уже. Обычно к этому времени рождается ребенок. Иногда даже не один в семье появляется. И, конечно же, кто-то умеет распределить обязанности, как наши уважаемые гости в студии. А для кого-то это очень сложно. И в этом случае уже, я так полагаю, что надо обращаться к психологам. Вы знаете, Наташа, я думаю, что вот эта проблема, да, это проблема гораздо глубже, да. В одном из интервью Светлана Алексеевич сказала одну такую очень серьезную вещь, что русской бабе в 20 веке доставался мужик, который пришел или с войны, было две мировые, да, или с тюрьмы. И это правда, да. То есть она говорила о чем? О том, что институт семьи претерпевал очень серьезные изменения. Да, это были не просто неполные семьи, да, а где, ну, скажем так, мужчина был исковерканный, искореженный, да. То есть не о семье думал, а о войне. И поэтому, чтобы были крепкие семьи, нужно, чтобы несколько поколений были семьянинами. Например, у меня есть одна моя подруга, она живет в Швейцарии, наша, белорусская. И вот она приезжает, я говорю, ну, расскажи, вот как в Швейцарии? Она говорит, что бросается в глаза. Интересно. Да, там никогда не было воин в Швейцарии. И она говорит, семьи, вот из поколения в поколение, какие-то традиции. Крепкие. Крепкие, да. Ну, она об этом говорила, о том, что есть преемственность, вот то, что у нас нарушено. То есть родительский опыт, это хороший пример, да? Не только родительский, бабушек, прабабушек и так далее. У нас в 20 веке семья не была основной ячейкой. Основная ячейка была другая. Вот. И нам сейчас приходится пожинать вот эти последствия. А мне вот интересно мнение Станислава. Станислав, какие советы вы можете дать вы молодым людям, которые, например, в данный момент подбирают себе спутника жизни, может быть, колеблются, в чем-то сомневаются? Вот мне, например, самой очень любопытно услышать, что бы вы им посоветовали? Ну, я не знаю, в такой ситуации советы давать очень сложно. И тем не менее, я считаю, одним из главных факторов, который влияет на то, какая будет семья, крепкая или нет, это умение выслушивать друг друга, сочувствовать и понимать. Самое главное. Ведь когда говорят слова при расписывании в ЗАГСе, и в горе, и в радости. В радости жить легко. Радость – это такое состояние души, когда все дается легко, когда нету никаких печалей, никаких забот. Самое сложное – это в горе. На первых этапах молодая семья должна научиться выдерживать удары судьбы. Они могут быть не очень сложные, могут быть, конечно, и тяжелые какие-то, но тем не менее, уметь взаимно общаясь в семье, не держать в тайне, не ходить, не думать о чем-то. О каких-то сложностях бывают сложности жизненные, на работе могут быть сложности. И должны молодые люди скрывать что-то друг от друга, всегда должны этим делиться. Конечно, конечно. Слово в семье. У меня бывают сложные дни какие-то, очень много работы, сложные ситуации, выходы. Несмотря на то, что мы вместе работаем, тем не менее, я прихожу домой, мы сядем на семейном совете, поговорим друг с другом. И очень многие проблемы, даже не решившись, они становятся не такими острыми. Самое главное, что в этой семье, как мы уже сегодня заметили, дорогие друзья, нет вопроса, кому мыть посуду. Там четкое распределение обязанностей. Потому я почему-то уверена, что и ссор намного меньше. Как вы считаете? У нас есть телефонный звонок. Я понимаю, что это телезритель, который хочет выиграть билет на концерт джазовой исполнительницы Мирны Клейтон. Еще раз напомню, концерт состоится 24 мая в УКЦ. Концерт организован при поддержке посольства США в Республике Беларусь. Итак, вопрос нашего конкурса. Какая деревянная славянская игрушка олицетворяет идею крепкой семьи, идею достатка, идею продолжения рода? Добрый вечер, вы в прямом эфире. Давайте знакомиться с вами. Здравствуйте. Меня зовут Евгения. Очень приятно. Евгения, как вы думаете, что же это такая за славянская игрушка, которая раньше была практически в каждой семье и, может быть, даже скрепляла ее? Я могу предположить, что это матрешка. Матрешка. Это правильный ответ. Вот аплодисменты. Действительно. Это матрешка. Спасибо большое. Вы получаете приз от Гомельской областной филармонии. Это пригласительный билет на две персоны на концерт «Мирный клейтон». Спасибо за этот телефонный звонок. Если вы еще с нами, скажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-то семейные обязанности и довольны ли вы ими? Ну да. Я считаю, что у каждого человека или в семье есть какие-то свои обязанности. Какие у вас? Приготовить мужу еду, например. Собрать детей в школу. Иногда это и муж, конечно, может сделать, но это больше, наверное, женские обязанности. Скажите, пожалуйста, есть какое-то занятие, которое вам не нравится, и вы бы хотели его спихнуть на мужа? Семейное. Ужин готовить. Ужин готовить. Спасибо за вашу откровенность. Спасибо вам большое. Ну, а я бы хотела задать вопрос, Танислава Виктория, вам. У вас в доме есть матрешка? Нету. У нас и без нее крепкая семья. Да, у вас и без нее крепкая семья. Но, в принципе, вы знаете, спасибо вам за откровенность. Но матрешка тоже, мне кажется, никогда не помешает. Но, дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. И если вы хотите стать участником или зрителем нашей программы, оставляйте, пожалуйста, свои заявки в нашей группе ВКонтакте. Группа «Добрый вечер! Гомель» — это прекрасная возможность узнать анонсы следующих передач, высказать свое мнение о нашем проекте, предложить интересную тему для обсуждения в этой студии. Кстати, все выпуски нашей программы вы также можете найти в нашей группе ВКонтакте. Ну, а сейчас на «Беларусь-4» будет премьера. Вы знаете, такой настоящий сюрприз для наших зрителей. Вот человек, который обычно стоит спиной к зрителям, это дирижер, да, это Станислав Шныр, который сегодня у нас в гостях. Так вот сегодня в нашей студии мы так это преподнесем, что называется, развернется к нам лицом. И, дорогие друзья, сегодня, вот прямо сейчас на «Беларусь-4» в прямом эфире будет петь художественный руководитель и главный дирижер оркестра имени Василевского и Гомельской областной филармонии Станислав Шныр. Вы знаете, может быть, это, конечно, неожиданно для всех, но, поверьте, и для меня тоже. Так что, Станислав Шныр, вот прямо сейчас на «Добром вечере». Если у вас нету дома, пожары ему не страшны. И жена не уйдет к другому. И если у вас, если у вас, если у вас нет жены, нету жены. Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Иметь или не иметь. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед. И с другом не будет драки. Если у вас, если у вас, если у вас друга нет, друга нет. Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Иметь или не иметь. Если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать. Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Иметь или не иметь. Добрый вечер, Гомель. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон в студии 342243. Сегодня говорим о делах семейных. Станислав Шныр только что рассказал нам свою историю о тете. Мне кажется, очень, очень бы замечательно. Еще раз бурные аплодисменты. Я бы сказала, о такой премьерной песне. Дорогие друзья, нам очень интересны ваши истории. Рассказывайте, какие семейные обязанности просто есть на ваших плечах. Участвуйте также в наших конкурсах. Сразу после рекламы мы раскроем главный секрет долгих и счастливых семейных отношений. Оставайтесь с нами. Добрый вечер, Гомель. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон в студии 342243. Сегодня говорим о делах семейных. Как распределить семейные обязанности, чтобы все остались довольны. Об этом далее в нашей программе. А пока я хочу зачитать, дорогие друзья, ваши сообщения в Вайбере. Людмила, она вот сообщает нам, что ее муж самоустранился от домашних обязанностей. Уборка, стирка, глажка, готовка, ребенок, все на мне. Потому и скандалим. Вот какой вопрос. Я думаю, мы сейчас вернемся к этой теме, да. Почему вот так вот именно семейные обязанности, их распределение становится причиной скандалов. Но для начала хотела бы прочитать сообщение от Светланы. Она поздравляет с днем семьи Татьяну Чеплинскую с Калинкой. Ведь желает мира в доме, взаимопонимания с любимым мужем Александром, крепкого здоровья, женского счастья. Признается вам в любви и всем нашим зрителям. Оксана сообщает нашей телезрительнице, что у нее в семье мусор выносит муж. Маленькая дочка, которой год и 8 месяцев помогает маме пылесосить и мыть полы. Ну, я думаю, вот вашей маленькой дочери вот эти аплодисменты. Вот, вот кто уже четко понял, да, кто в доме должен пылесосить. Но, дорогие друзья, прежде чем продолжить разговор в прямом эфире, я бы хотела объявить следующий конкурс. Дело в том, что у нас есть еще один билет на концерт «Мирный Клейтон». И если вы хотите послушать настоящий джаз из Америки, приходите 24 мая в ОКЦ или выигрывайте билеты прямо сейчас в прямом эфире. Очень простой вопрос. По телефону 34 22 43 сообщите нам, пожалуйста, какие напутственные слова говорят обычным молодоженам при регистрации брака. Это два слова, которые, ну, если вы уже проходили эту регистрацию, то вы должны их запомнить на всю свою жизнь. Итак, какие напутственные слова говорят молодоженам при регистрации брака. Звоните, пожалуйста, в студию и выигрывайте пригласительный билет на концерт. Ну, Станислава, Виктория, вот видите, как сообщила нам Людмила, наша телезрительница, что вот скандалит очень часто в доме. А вот как вы считаете вообще семейная ссора? Это вообще нормальное явление? Стандартная такая ситуация? Нет, это нестандартная ситуация. У нас была один раз такая ситуация. За 20 лет? Ну, вот такая серьезная. Скандал один за 20 лет? Мне кажется, вот это нестандартная ситуация. Мы решили засолить капусту. Так. Очень много капусты. Вот он мне дал задание посолить ее. А кто ее нарезал, Станислав? Да. А Виктория просто солить должна была? Ну, я не знаю, сколько надо соли. Не знала. Не знала тогда. А теперь уже выучила. Это было давно. Это было давно. Это первые годы нашей супружеской жизни. Мы так все по осени решили сделать на зиму капусту. Ну, много. Большая 40-литровая емкость такая. Для нас, маленькой семьи, такая вот... Ну, все же, да, как мамы, дедушки, бабушки, да. Вы решили так же повторить. Было неудачно. Из-за чего получилась ссора? Что много соли добавили? Ну, я не знаю, сколько соли сыпать. Ну, то есть вы остались виноваты в том, что семья осталась без капусты квашеной. Нет, я-то посолила ее. В итоге, ну, как бы чуть-чуть съели, а остальное не смогли, выкинули. Нет, серьезно, и это стало причиной ссоры. Ну, из-за того, что вот, я не знаю, сколько соли сыпать. Ну, вы теперь-то знаете. А мы... Больше капусты не планируем. Мы больше капусты не делаем. Хорошее решение вопроса. А мы ее эту капусту. Как тебе вообще эта история? И скажи, пожалуйста, вот часто ли к тебе обращаются семейные пары или супруги вот по отдельности? Ну, вот с такими, казалось бы, мелочными, вот, казалось бы, вопросами, которые приводят, вот видишь, как в данной ситуации, к большим-большим скандалам. Знаешь, Наташ, ну, вот, беседуя с коллегами, с вами психологами, да, мы пришли к какому выводу? Что супруги вообще очень редко обращаются, например, приходят и говорят, у нас проблема, да? Подожди, в американских фильмах? Не-не-не, Наташа. Только так и обращаются к психологам. Не-не-не, ну, Америка это другая страна, а вот у нас, здесь, в нашей культуре, обычно все дело обстоит так. Так, у нас есть ребенок и у ребенка проблемы. Приводят ребенка, да, заталкивают его в кабинет, например, там, психологи рассказывают, этот бедный ребенок не знает, что ему делать, да, там. У всех из-за него проблемы, так. У всех из-за него проблемы. Но дело в том, что это есть такая, знаете, игра. Она называется так, у нашего ребенка проблемы, вот, но потом приходит, втягивается в эти консультации мама, потом подтягивается папа, потом уже ребенок вообще не ходит, потому что дело было не в нем. А проблемы-то были на самом деле у мамы и папы, то бишь у семейной пары. Вот у нас приходят психологу обычно вот по такой вот цепочке. То есть люди не признают, мы не хотим признавать, что у нас в семье есть проблемы. Нет, 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 люди не хотят признавать. Но очень часто, когда вот уже идет семейная работа, да, люди признаются, если бы мы к вам пришли намного раньше, то у нас было бы все хорошо. Почему? Потому что создает психолог или психотерапевт, например, да, такой прецедент для разговора. Люди вдруг начинают друг друга слышать, задавать друг другу вопросы или говорить то, что на душе. Поверьте, это дорогого стоит. Екатерина Максимовна, мне очень интересно ваше мнение, вот когда в семье, допустим, возникает кризис. Вот как вы считаете, нужно ли обращаться за помощью к постороннему человеку? Это может быть и психолог, это может быть посторонний человек, это может быть сосед. Вот как вы считаете, вот поможет ли взгляд со стороны на такую деликатную проблему, как семья? Ну, вы знаете, я думаю, что ни сосед, ни мама с одной стороны, с другой стороны, все равно никто не поможет, это все равно субъективное мнение. А вот как раз-таки специалист, квалифицированный, он может разобраться. И вот как правильно было сказано, что может быть и не в них проблемы, а может быть еще проблемы, это какая-то извне. У кого-то проблема на работе, у кого-то проблемы в заотношении с родителями бывает. А на них таким образом это все сказывается. И они вот это копят, себе вынашивают. Каждый думает, что кто-то должен догадаться. Вот вы представляете, почти 20 лет семья без квашеной капусты лишь потому, что они не смогли тогда решить проблему. Люда, ну вот если бы действительно обратились к психологу, может быть бы как-то ее действительно... Ну, мы каждый год будем селить капусту. Я бы их научила. Научила бы квасить капусту, да? И сказала бы, что на белорусскую погоду нельзя очень много солить капуста, потому что капуста должна быть, так сказать, в холоде. Спасибо большое. Дорогие друзья, у нас есть телефонный звонок. Я хочу напомнить вопрос нашего конкурса. Какие напутственные слова говорят молодоженам при регистрации брака? Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Давайте с вами знакомиться. Добрый вечер. Добрый. Как вас зовут? Меня зовут Людмила. Людмила, скажите, пожалуйста, у вас есть вариант ответа на наш вопрос, какие напутственные слова говорят молодоженам при регистрации брака? Слепстоль. Это неправильный ответ, к сожалению. А мы даем вам еще один шанс. Подумайте, пожалуйста. Вы вообще замужем, скажите? Да. Так, вы вспоминайте, вспоминайте свою свадьбу, ЗАГС. Что вам говорили, когда уже все... Я так понимаю, это в конце церемонии обычно происходит? Когда уже все, вы муж и жена. Что говорит обычно сотрудник ЗАГСа, такие красивые женщины там регистрируют свадьбы? Ну? Желают? Ну? Любви. Так, а до этого еще есть одно слово. Что еще желают? Растерялась я. Очень жаль. Ну, спасибо вам за этот телефонный звонок. Скажите, пожалуйста, может быть, вот пока мы с вами поговорим, у вас появится идея. Скажите, пожалуйста, как распределены в вашей семье вообще отношения? Довольны ли вы этим? Ну, в нашей семье распределены обязанности поровну. У меня есть дочка, которая тоже помогает по хозяйству и пыль вытирать, и посуду моет. Подождите, у вас распределены обязанности поровну с дочкой, ну, вот наравне с дочкой, или все-таки супруг тоже участвует? И муж, и готовит, и пылесосит, и посуду моет. Ну, как-то все у нас... Все очень гармонично. Как-то распределено. Скажите, пожалуйста, сколько же лет вам понадобилось для создания этой гармонии вот такой? Ну, свадьба у нас, вот, была роспись в Советском ЗАГСе, в Советском районе, в 2004 году, в 2003. Ну, значительно, это сколько? В 15 лет. В 15 лет почти? Да, 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 ну что же, отлично. А в 4-м у нас появилась помощница, которая нам помогает по дому и справляется с учебой очень успешно. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, не пришел ответ на вопрос, какие напустные слова в ЗАГСе? Не появилась? Наташ, может, так отдадим, а семья хорошая, ну пусть сходят на концерт, а? Я думаю, решать будет сегодня, да, решать будет сегодня представитель ЗАГСа, в конце концов. Ну что ж, какой-то, какой-то может быть, какой-то правильный ответ. Совет до любой. Совет до любой. Вы, наверное, просто забыли, но, по крайней мере, ваша семья, мне кажется, живет по этому принципу. Вы знаете, ну решили наши гости, что билет на концерт, на джазовый концерт достается вам. Действительно, мне кажется, только укрепит еще больше такую замечательную семью. Спасибо вам большое за этот телефонный звонок. Напомню, пригласительный билет на две персоны на концерт, мирный клей, там приезжайте, забирайте. Аплодисменты для вас. Вообще интересно, да, интересно, вот такой звонок интересный, когда распределены семейные обязанности не на двоих, да, а и на ребенка тоже. Вот, Людка, вот как тебе, это правильно вообще, когда дети тоже участвуют вот в семейных заботах? Это очень правильно. Вот сегодня я говорила о том, что мы семейную вот эту вот ячейку, да, как бы сами воссоздаем сейчас, да, и правила как бы заново пишем, и поэтому детей очень рано нужно подключать вот в эту семейную связочку, да, то есть чтобы ребенок имел какие-то обязательства, да, пусть это будет пыль вытирать, пусть это будет амусор вынести, или еще что-то сделать, или обувь, например, помыть для всей семьи. Ну вот очень важно, что именно сейчас мы заговорили о детях. Дело в том, что, дорогие друзья, вот ничто не объединяет так семью, супругов, детей и родителей, как общие дела. Такие, например, вот как уборка на кухне, уборка дома, но есть еще и общие интересы и дела, которые можно найти вне стен дома. Мало того, вот привлечь к этому соседей, или же сделать это проектом своей жизни, и даже принести пользу окружающим. История о том, как в Гомеле объединились семьи, чтобы построить своими силами детскую площадку, облетела где-то год или полтора назад вообще все средства массовой информации. И наша программа тоже не раз об этом рассказывала. Я просто напомню, родители 11 домов в советском микрорайоне на месте пустыря построили детскую площадку. Построили ту детскую площадку за счет собственных средств. И вот за это время, за эти два года в районе улиц Давыдовской и 70 лет БССР вырос необычный, удивительный детский спортивно-развлекательный комплекс. Еще раз хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях инициатор этого проекта. Это председатель общественной организации Комитета территориального общественного самоуправления «Солнечная» Ирина Пескуна. Ирина, еще раз вам добрый вечер. Ну, давайте коротко, хотя бы в самом начале вспомним, как удалось осуществить подобный проект, и главное, как удалось вам заинтересовать людей. Ну, в общем-то, это повезло не только мне одной, как общественному организатору. На тот момент я еще не была председателем Кутоса «Солнечная», я была просто мама и жена очаровательного сына и прекрасного мужа. Но при этом, выходя на площадку, мы увидели о том, что мы живем среди 11 многоэтажных домов, при этом есть 4 большие территории, и на них только 11 турников разного года выпуска. Чем занимались наши дети? У нас был один тренер, который из поколения в поколение учил детей играть в квадрат, свечу, игр, которых я даже не знала. У них был квадрат из асфальта и 11 турников. И мамы с колясками, и, ну, скромная песочница. И можете представить, пустующие территории. На территории проживает более 300 детей, 650 семей, и ничего нет. Нет детства, нет радости и нет качели. То есть это была такая идея общая, да, самих родителей? Это была идея мам, у которых есть маленькие дети. Мамы, которые ежедневно, мамы, которые больше всего ежедневно, утром и вечером проводили на детской площадке, выводили на прогулку. Мамы не могли мириться с тем, что происходит на улице. То есть 10 мам решили о том, что надо с этим что-то делать. То есть это были мамы, не папы. Я хочу сделать акцент. Мамы подключили своих мужей и проработали законодательство. На законодательном уровне сегодня в бюджете, в местных бюджетах должны быть заложены деньги, средства на благоустройство этих придомовых территорий. Но тем не менее, когда мы 14 раз обратились в кожуруб советская, каждая мама, то есть да, ну было, мы объединились. Было сложно, это не так легко, как кажется. Сначала была это небольшая группа. Объединились в вайбере. Каждое должно было задание написать в кожуруб советское письмо о том, что помогите нам благоустроить площадку. После нам дали ответ, что денег в бюджете на этот год не заложено, да, что есть такая возможность, вы можете за счет жильцов. Мы понимали, что мы не будем останавливаться. Мы написали письма в администрацию советского района, в горе с полком. Нам дали примерно такие же ответы. В бюджете денег нет. Ирина, скажите, пожалуйста, вот когда вам предложили за счет собственных средств, как восприняли жильцы такую идею? Ну, в общем-то, мы реально оценивали свое расположение, да, мы живем практически на окраине города Гомеля. Да, это последний двор перед медгородком, солнечная. Мы видели огромную территорию, мы видели желание, желание мам в первую очередь, да, только... И мы понимали, что нужно что-то делать, чтобы нас зауважали. И мы понимали, что если мы начнем, и у нас получатся первые шаги, нам нужно было на себя обратить внимание. Ну, вам это удалось, да. Мы сделали проект, мини-проект, четыре огромных территории, да, на двое. Мы понимали, если мы пойдем и начнем собирать деньги только на качели для маленьких детей, на горке, да, нам не поверят, потому что разная возрастная группа. Мы понимали, у нас должен быть проект, семейный проект. Соответственно, здесь должно быть и на младшую возрастную группу, на старшую возрастную группу, где место есть для мам и для пап. Вот для пап. Вот очень интересное замечание. И для пап тоже. И для пап. Я к этому и подвожу. Я хочу вас перебить, у нас есть телефонный звонок, сразу после него мы продолжим эту интересную историю. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Давайте с вами познакомимся. Как вас зовут? Здравствуйте, Наталья, гостью в студии. Здравствуйте. Меня зовут Герасим. Здравствуйте, Герасим, очень рада вас слышать. Во-первых, поздравляю вас всех с праздником, с Мирон Днем Семьи. Спасибо. Примите и наши тоже поздравления. Спасибо вам. Желаю вам, конечно, всемирного счастья и здоровья вам и вашим детям. Спасибо. И мне стихи запретили читать. Я специально написал, но мне запретили. Вы можете прочитать. Кто же вам такое запретил, интересно сказать? Ну, Тапаша. Скажите, пожалуйста. Я хочу подарить вам стихи. И привет большой Тутыниной. Я хочу подарить стихи. Да, слушаю. Я очень рад. Это я своей любимой Наталье хочу подарить. Я очень рад, Наталья, что семью нашу смогли мы вовремя создать, что не разбила нашу чашу ни нищета, ни благодать. Под небом звездным мы живем, миры проносятся над нами. Идем по жизни мы вдвоем, всегда с открытыми глазами. Храним мы свой семейный опыт, живем стремясь душой увысь. Сошлись когда-то наши тропы, чтоб дети наши родились. А дети наши добрые, родная. Они такие же красивые, как ты. Я люблю тебя, рыжеволосая голубка золотая. Идем с семьи, тебе сегодня поздравляю. И желаю тебе счастья. Королевы красоты. И вам всем желаю счастья. Ой, Герасим, спасибо большое. Мы тоже вашу Наталью и вас поздравляем с Днем Семьи. Спасибо за этот телефонный звонок. Ну что ж, вернемся к нашим детским площадкам, к тому, как они, в принципе, объединили очень много семей. Практически 300 семей, вот мы сейчас, да, называли эту цифру? Это было более 40 семей, которые приняли самое активное участие. И вообще в этом проекте из 650 семей приняли более 200. То есть это 30%, да? Но наибольное активное участие на протяжении двух с половиной месяца – это было 40 семей. Сначала это были мамы. Я скажу сразу, что любая женщина очень бережет своего мужа, чтобы не затронуть его физические силы. Какое важное замечание. Я могу сказать, что я увидела это, да, что когда я просила, что нужно... Вот мы собрали средства, мы построили план, мы решили, что будем покупать, что делать. И пришел момент мужской силы. Делать. Пилить, резать, красить, копать. И вот тут, когда я подошла к мамам или к женщинам, да, ну, было... Я подумаю. Я поняла день, думаю, два, думаю, да, что здесь происходит что-то не так. Уговаривают, уговаривают. Да, у нас был среди нашего активного женского коллектива единственный папа... Была целая семья, но это был единственный папа Боровик Денис, да, который это самый активный папа на нашей площадке, который выходил и просто делал, да. То есть на начальном этапе. Его не нужно было звать. Остальных жен берегли. Я хочу аплодисменты. Мы очень бережем нежей. Откуда у нас потом и недораспределение обязанностей. Когда я подошла к нескольким папам и предложила, попросила помощи, да, что вот сегодня нам нужно здесь вот покрасить или прибить или еще что-то, ни один из них не отказал. Все вышли, то есть назначенное время, то есть не всех мы не выводили в субботы, да, мы не работали по субботам, мы не евреи, но мы не работали по субботам. Мы работали вечерами. Выходили, и после... Наша главная была, может быть, заслуга, что в своем вайбере и мессенджере, да, где были созданы группы в социальных сетях, что бы ты ни сделал, ты герой. Женщина, мужчина, да, что бы ты ни вышел на площадку, у нас так мало мы признания в этой жизни, да. То есть, в принципе, вы дали возможность людям проявить свои таланты. И вы знаете, столько появилось талантливых людей, несмотря ни по профессии. Жены удивлялись своим мужем, на что они способны, да, какие... Вот скажите, Ирина. Жены начали удивляться, на что способны их мужа. Раскрыли, посмотрели на них со стороны. Ирина, скажите, пожалуйста, как вы считаете, этот проект, он в принципе позволил объединить, семьи. Даже очень сильно. Семьи не настолько объединялись. Жены, которые... Женщины говорили, делись со мной потом такими вещами, что если дома у меня было много претензий, что мой муж что-то не сделал, да, не собрал комод уже там больше месяца здесь, и ну, говорит, ну, когда он мне сказал... Я ему... Ты же теперь герой, ты же теперь герой. Почему тебе не выйти на площадку и что-то не сделать ради наших детей? На что мужья отвечали, ради сына выйду, ради детей выйду. И вы понимаете, мужчины вставали с дивана и выходили. То есть это были люди, которые... У нас было так, если человек вышел один раз, ты герой, но если ты вышел три вечера подряд, потом начала затягивать. Эта тема начала затягивать мужчин. У нас таких больше 15 мужчин, которым было в радости. Вы знаете, Ирина, я бы хотела спросить у наших гостей, как вам вообще подобная идея объединения семьи за пределами семьи? Станислав, понравилось? Это замечательно. Конечно. Любая, даже скажем так, не работа, а совместная деятельность, просто выезд на природу, просто совместный отдых, очень объединяет семьи. А тут еще что-то вместе создаешь, да? А если не создаете что-то, какую-то ценность вместе с семьями, то это только положительный результат имеет. Еще же детки рядом, да? Да, дети смотрят, наблюдают, видят. Самое в этом было приятное, когда гордились и мамы, и папы, когда дети друг другу говорили, это мой папа сделал. А здесь мама моя была, да? То есть не ломай эту скамейку, да, потому что ее сделал мой папа. И вы понимаете, что появилась бдительность родителей, да, уважение детей, гордость у детей, да. Но самое приятное в том, что стало автоматическое распределение обязанностей. То есть если были какие-то женские позиции в какой-то из вечеров летних, да, мужчины брали детей, мужчины пошли на улицу выгуливать своих детей, пока мамы были заняты либо домашними делами, либо на площадке. Ирина, вы скажете... То есть пошло автоматическое распределение обязанностей без договоренности, да. Понимали, надо. Спасибо. Ирина, вот смотрите, год назад вы возглавили вот этот кто солнечный, да, который вот благодаря вам, кстати, в этом году стала лучше. Не только благодаря, я хотела бы поправить, да. Благодаря родителям, да. Благодаря родителям, инициативным жителям, которым я сегодня в День семьи очень благодарна, что у нас сегодня есть место, где на площадку выходят мамы, где есть побыть папой. И им интересно. Им есть где заземлиться, им есть где поиграть. Сегодня у нас создаются соревнования, у нас в футбол играют родители, да. В волейбол играют дети с родителями или просто родители. У нас сегодня есть где провести время возле дома с семьей. Вот смотрите, вы стали лучшими, вот кто солнечный, стал лучшим в городе и области. Мы не стали лучшими, мы стали победителями в областном и городском конкурсе. И мы заработали семьями, да, мы заработали семьями. Две премии по 100 базовых величин. Вот мне что интересно, на что потратите и планируете ли как-то распространять свой опыт между соседями? Ну, первое, что мы сделали, да, вот вы получили уже первую премию, она уже у нас, и мы могли ее распределить между членами комитета, да, то есть по решению областполкома. Ну, естественно, на протоколе мы ее так и распределили. Но в тот же, на следующий же день эти деньги были аккумулированы, да, для того, чтобы опять пустить на это благоустройство. Потому что работали семьи, родители, роди детей. Эта вся идея, да, была ради детей. И уже вот сегодня у нас прекрасная такая вот новость. Нам привезли современную, ультрасовременную горку. Мы заказали карусель, да, и вот еще там балансир. И у нас осталось еще не закончено. То есть этот проект еще не закончен. У нас еще четвертая семантическая площадка. У нас есть зона малышариков, да, зона для мини-футбола. Ирина, спасибо большое. Я поняла, что это до утра. Вы можете рассказывать нам про всякие зоны для малышариков. В любом случае я бы хотела поздравить все семьи на улице Давыдовской, 70 лет БССР и нашего города, с таким чудесным праздником. И хочу пожелать одно. Совет, любовь. И пусть в ваших семьях никогда не иссякает источник любви, радости и внутренней силы. Берегите и любите друг друга. Спасибо большое. Дорогие друзья, сегодня Международный день семьи. Мы вернемся в студию сразу после рекламы. Добрый вечер. Гомель на Беларусь-4 продолжается прямой эфир. Напоминаю, что сегодня Международный день семьи. Это очень хороший повод поговорить о делах семейных. Вы знаете, мы продолжаем конкурс. У нас есть еще один удивительный пригласительный билет на удивительную выставку в Гомельский дворец Румянцевых и Паскевичей. Воскресенье Христова видевшей. Так называется выставка, где представлены шедевры белорусской иконописи 17-19 веков из фондов Национального художественного музея Республики Беларусь. И вот чтобы выиграть этот пригласительный билет, надо позвонить по телефону 34-22-43 и ответить на вопрос. Когда отмечается, внимание, зеленая свадьба? Мы вот как-то привыкли серебряно-золотая. А здесь, дорогие друзья, зеленая свадьба. На самом деле, очень-очень простой ответ. Вы просто так чуть-чуть подумайте. 234-22-43 ждем ваш телефонный звонок. Время, на самом деле, в эфире осталось катастрофически мало. Но самое главное, о чем мы, конечно же, должны сегодня поговорить. Кто же все-таки должен выносить мусор? Мужчина или женщина в семье? А никто никому не должен. Никто никому не должен. Спасибо, Ирина. А вот мне что интересно, Людмила, вот у семейных пар, смотри, всегда не получается всегда распределить семейные обязанности. Возникают ссоры какие-то. Что посоветуешь? Как распределить эти обязанности? Вот есть какие-то там три правила, может быть, там пять правил, чтобы не было этих ссор. Даша, ну вот мы же сегодня говорили о том, что, и вот наши гости говорили, да, что должен быть диалог, должен быть разговор, должна быть договоренность, да. Поэтому вот у нас есть доска, да. Да, давай запишем эти правила, они очень хорошо запоминаются тогда. Первое, первое. Должен быть, ну, скажем так, семейный совет. Мы говорили о том, что и деток мы можем подключать, да, к семейным делам. Там, где, в принципе, решать. Да, семейный совет. Семейный совет. Второе, ну, я так предполагаю, если мы на семейном совете решаем, да, у нас есть вот такие виды работ, да, кто будет делать? Ну, наверное, было бы разумно, вот как в этой семье, да, кто первый ушел на работу, это не делает, кто второй делает, да. Кто первый ушел, тот и выносит мусор. Или таким образом, то есть, ну, может быть, своеобразное такое дежурство, да. Дежурство график, да. Да, дежурство график, ну, условно, не обязательно его прописывать. То есть, кто, что может, у кого какие возможности. Да, график. Можно еще по принципу, кого мусор раздражает, тот его и выносит. В принципе, график дежурства все равно не помешает. График дежурства. Вот я в свое время со своими детками составляла график дежурства, и вечером поздно передавали посуду, помытую в кухне. Так. Вот, и третий момент уже сегодня тоже проговаривали, да, слова благодарности друг другу. Это очень важно. Да, спасибо тебе за то, что ты это сделал, да. Спасибо тебе за то, что ты вот там... Вот этот пункт мне нравится больше всего. Поддержите меня, пожалуйста, дорогие друзья. Спасибо. Людмила, прекрасные советы. И, в принципе, да, если вот попробовать, дорогие друзья, вот попробуйте, просто попробуйте. У меня была дежурная фраза. Дорогой, ты у меня такой заботливый. Помогала? Очень. Сначала, вы знаете, сначала это была игровая фраза, да, но потом она настолько вошла в обиход, что если я там забывала ее произнести, был вопросительный взгляд. Я положила тебе денег на телефон, и говорю, да, спасибо. Он говорит, и все. Я говорю, нет, ты у меня такой заботливый. Спасибо, Ирина. У нас есть телефонный звонок. Наверное, это ответ на вопрос, когда же отмечается зеленая свадьба. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут, скажите? Светлана меня зовут. Ну, как вы считаете, когда отмечается зеленая свадьба, знаете ли вы ответ на вопрос? Да, я знаю точно, что это отмечается в день самой свадьбы. Это правильный ответ. Спасибо вам большое. Пригласительный билет на удивительную выставку. Гомельский дворец Румянцевых и Паскевичей. Выставка называется «Воскресенье. Христово видевши». Вы получаете, вот прям звоните, приходите, забирайте билеты. Дорогие друзья, всех приглашаем на эту выставку. Спасибо вам за телефонный звонок. Ну, я что, вот хочу как-то так, наверное, подвести, что ли, такой итог. Вот короткий совет. Вот я хочу, Виктория, услышать. Короткий совет для наших зрителей. На ваш взгляд, в чем секрет гармоничных отношений в семье? Вот забудем про мусор и про посуду. Главное уважать друг друга. Уважать друг друга. Ценить, уважать. Ценить, уважать, да. Наверное, вот такой вот лаконичный, такой короткий ответ, но очень такой важный совет. Спасибо большое. Дорогие друзья, вы знаете, и небольшая информация в конце нашей программы. Вот в Гомеле, вот мы же сегодня о семье говорим, так вот, в Гомеле стартовал городской конкурс «Отцы. Молодцы». Интересное такое мероприятие. Принять участие в этом конкурсе могут папы, которые состоят в первом браке, имеют трех и более детей. Семья участника должна обязательно вести активный образ жизни, иметь устоявшиеся семейные традиции и занимать активную жизненную позицию. Мне кажется, ваши семьи, да, очень даже вполне могут поучаствовать. Вот на основе фотопрезентации организаторы выберут претендентов, которые 15 июня уже совсем скоро сразятся за звание «Отца-молодца». Дорогие друзья, заявки на участие принимаются в городском центре социального обслуживания семьи и детей. Ну а главная цель этого конкурса, это, конечно же, повышение роли отца в семейном воспитании. Дорогие друзья, передача наша подходит к концу. Сегодня мы говорили о делах семейных, сегодня мы учились распределять семейные обязанности. И я хочу поблагодарить всех участников. Спасибо огромное. Вот всех прям участников нашего сегодняшнего эфира и, конечно же, зрителей и в студии, и телезрителей, да, которые принимали активное участие в нашей беседе. И, кстати, хочу зачитать несколько сообщений в Вайбере на эту тему. Людмила поздравляет наш телезрительница всех с Международным Днем Счастья, желает любви, гармонии, терпения. Ольга очень хорошее пожелание прислала и для нашей программы в том числе. Пусть в наших домах всегда будет время для милых вечерних бесед и приятных откровений. С Днем Семьи! Добрый вечер, Гомель! Спасибо большое, Ольга! И вообще спасибо всем. Наша программа присоединяется ко всем этим поздравлениям. Еще раз напоминаю, вы смотрели в прямом эфире «Добрый вечер», «Гомель» с Натальей Волынец. Конечно же, финальная песня для всех, для всех семей прозвучит сейчас в нашей программе. Я бы хотела очень коротко просто пожелать всем, берегите, пожалуйста, свои семьи и берегите друг друга. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я люблю тебя больше природы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я люблю тебя больше, счастья. Я люблю тебя больше, любви. Ты несчастен, ты просишь участия, участия. Бога просьбами ты не гнили. Я люблю тебя больше, счастья. Я люблю тебя больше, любви. Я люблю тебя больше, природы. Я люблю тебя больше, свободы. Без тебя и свобода тюрьма. Я люблю тебя. 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 Продолжение следует...